Руководители хозяйства общаются с друг с другом в кулуарах совещаний и размышляют. Станет ли будущий аграрный сезон таким же удачным, как прошлый, когда валовый сбор зерна по области превысил 3 миллиона тонн? Пока что погодные условия должному проведению посевной способствуют. Снега много, больше, чем обычно и больше, чем в прошлом году. При истечении благоприятных обстоятельств, если не будут резко нарастать температуры, запас влаги будет в почве достаточный, я думаю. Первые зерна яровых культур упадут в землю уже в начале апреля, и аграрии надеются, что и в дальнейшем погода будет благоприятной для роста и созревания урожая. Но сначала подойдет урожай зимых, которые традиционно дают больше яровых. Причем еще больше там, где по весне проведут их под кормку. Сегодня этим занимаются далеко не все. Цены на минеральные удобрения зашкаливают. Однако же все равно выгода есть. По-любому. Та прибавка, которую дают удобрения, она всегда перекрывает. И самое главное, то, что качество. На эту тему говорил и губернатор, приведя для примера Саратовскую область. Там в этом году озимый клин достиг миллиона двухсот тысяч гектаров, а у нас его площадь только семьсот тысяч. Потому соседний регион и вышел в лидеры Привозского округа по выращиванию озимых культур. К тому же там и с удобрениями дела намного лучше. В Саратовскую область на один гектар приходится шесть килограмм удобрения. У нас два с половиной килограмма на один гектар. Как вы думаете, где будет урожай больше? Минсельхозу и главам районов и городских округах держать процесс обеспечения хозяйства удобрения на личном контроле. И раз в 15 дней представить мне лично отчет об их внесении. Критике губернатора подверглось и текущее финансовое состояние предприятия АПК, которые задолжали в бюджеты всех уровней 720 миллионов рублей налогов. При этом по итогам удачного прошлого года они демонстрируют весьма скромную прибыль – менее полумиллиарда рублей. По мнению Берга, эти сведения, скажем так, не вполне достоверны. Кто верит, что 450? Поднимите руку. Видите, я не поднимаю. Или мы живем в будущем, или остаемся в великом славном прошлом, которое я также уважаю. В прошлом бы никому не было, не дозволено было бы обманывать и еще что-то делать. Что делать в ближайшее время, аграрии знают. Ремонтировать технику, закупать семена, горюче-смазочные материалы, удобрения. А потом выходить в поле. Площадь ярового сева в Оренбурге превысит 3 миллиона 200 тысяч гектаров. Средства государственной поддержки для проведения посевной в районы уже поступают. Виталий Дерябин, Роман Боричев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова